Еще в недалеких 90-х в Новопокровском районе выращивали больше 50 тысяч голов крупного рогатого скота. Сегодня от прежнего изобилия осталось не больше 5 тысяч. Заниматься животноводством среди местных фермеров считается чуть ли не дурным тоном. Невыгодно и слишком затратно. Поэтому подобная ферма, как у Виктора Пигарева, которую сегодня посетил Вениамин Кондратьев, в районе считается редкостью. В стойлах 170 коров. Почти всех выращивают для молока. Но цена слишком высока. Хозяйство второй год несет убытки, рассказывает фермер. Стоимость кормов подскочила, а собственной земли под зерно нет. А значит молочное стадо под угрозой. Вы хотите что, чтобы заниматься чем? Росневодством? Кормами. Это просто, чтобы прокормить животноводство за год. И на самом деле вы видите, что им это надо. Вот им это надо. А все остальные посредники, которые собирают и вывозят в разные направления, вот им это точно не надо. Им нужны только деньги. А им нужно молочное стадо. Они понимают, что они живут на Кубани. И они понимают, что молоко должно быть качественным. И потому что им стыдно будет перед собой, перед детьми и перед селянами, которые их окружают. Вот это их принцип. Это их отличает от тех, которые сегодня посредничают на нашей земле. Очень удивился губернатор и тому, когда услышал, что фермеры второй год не могут добиться государственных субсидий. Это при том, что сейчас со всех сторон идут призывы импортозаместиться. Вениамин Кондратьев требует во всем разобраться главу краевого минсельхоза. Сколько людям надо продержаться, чтобы они максимально хотя бы сводили... С следующего года мы с апреля месяца начнем, с апреля мы начнем выплаты эти делать. Ловлю вас на слове. Друзья, до апреля продержитесь. Деньги точно у них пойдут, чтобы они были уверены в завтрашнем дне. Значит, в этом году мы заложили полу. Вот если они будут уверены в завтрашнем дне, мы будем и с молоком, и с мясом. Правильно. Они нам верят. Вот надо их не подвести. Бюджет Новопокровского района больше чем наполовину зависит от сельского хозяйства. Поэтому господдержка в этом секторе должна работать как часы. Речь не только, к примеру, про выращивание пшеницы или овощей, но и про собственное аграрное машиностроение. Отрасль, от которой во многом зависит себестоимость местных продуктов. Одному из станичных предприятий в кризис со своими культиваторами и плугами удалось выйти не только на российский рынок, но и экспортировать технику в Казахстан. После визуальной оценки ситуации в районе губернатор отправляется в местный ДК, чтобы лично от людей услышать о существующих проблемах, которые местные чиновники озвучивать обычно не торопятся. Например, квартиры для детей-сирот, на которые из краевого бюджета выдали 5 миллионов рублей, до сих пор не построены. Хотя по условиям жилье должно быть закончено в ноябре или неосвоенные деньги просто сгорят. И глава района об этом не знать не мог. У вас серьезнейшая затяжка. Вы в ноябре месяце должны были сдать эти квартиры. Вы полностью обеспечены краевыми деньгами, но квартиры до сих пор не сданы. Что значит? Деньги выделены, квартиры нет? Квартиры не построены, потому что подрядчик до сих пор не сдал эти объекты. Александр Вячеславович, тогда как вы для врачей будете? Так же дом строите? Александр Вячеславович, стены уже стоят, до крыши дошли, деньги не получат. У вас как в анекдоте, говорят, купил шнурки, осталось немного ботинки, знаете. У вас всего месяц есть, чтобы деньги забрать из края, иначе их других заберут. То есть если в этом году их не освоите, тогда вот людям сами будете объяснять, почему. Рейтинг обращений из зала возглавили вопросы по социальной теме. Многодетную мать Светлану интересует, возможно ли потратить региональный материнский капитал, чтобы провести газ в дом. Вениамин Кондратьев пообещал этот вопрос поднять в законодательном собрании края. Но самое главное, что сейчас нужно району, так это перестать зависеть от регионального бюджета. Всего лишь 40% районной казны – это собственные доходы. Недостаток средств в бюджете порождает отсутствие финансирования определенных социальных программ. И если бюджет хороший, то и жизнь должна быть лучше, это объективно, прямо зависимо. Я здесь вам Америки не открыл. Поэтому если на 40% бюджет, то понятно, и выполнение социальных программ на 40%. Самое простое – чиновникам делить налоги, которые поступают. Это есть чиновники, а те, кто может зарабатывать, это есть управленцы. Вот сегодня я хотел бы, чтобы в районах стояли управленцы, которые могут зарабатывать. Поэтому давайте точки роста, они должны быть. Без этого мы никогда не продвинемся. Знаете, каждый район, если будет зарабатывать, край станет очень богатым, еще более богатым, еще более просветающим. Не делить, не делить, а зарабатывать. Вот сегодня принцип. Вениамин Кондратьев считает, ставку в районе нужно делать на сельское хозяйство. Но чтобы раскрутить экономику, необходимо диверсифицировать работу в аграрном секторе. Не замыкаться лишь на выращивании зерновых, а уделить внимание животноводству. Тем более, что поддержку в этом сегменте в Минсельхозе обещают увеличить. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Новопокровский район.